И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона, как всегда, ваш поклон слуга Мамору, и это великолепная игрушечка Факторио, особенного Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. За кадром, как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские в какой-то степени изменения. Я очень много времени провел здесь за кадром, для того, чтобы по большей части изучить все исследования, которые можно только изучить. Не затрагивала я лишь бесконечные исследования и исследования, которые я считаю бесконечными. Например, вот эти вот продуктивности добычи я не исследовал, поскольку здесь требуется какие-то колоссальное количество исследовательских пакетов. Всего этих продуктивности добычи может быть 17, а штук затрагивают, в том числе, которые 54 тысячи исследовательских пакетов. Физически, возможно, когда-нибудь мы такое произведем, просто гигантский вопрос во времени. Ну а также я продолжал оптимизировать некоторые процессы и потихонечку готовиться к тому, что в этой серии мы займемся тем, что будем вместе с вами производить следующий уровень оранжевых колбочек. Практически я уже все здесь делал. Мне сейчас предстоит небольшой такой сделать крафт, где потребуется создавать тяжелые балки при помощи вулаконитового кирпича и иредитовых пластин. По сути своей я уже могу сейчас здесь это сделать. И даже с небольшим заделом на будущее, даже если вдруг этих тяжелых балок потребуется чуть большее количество, чем сейчас мы имеем. Когда же тяжелые балки готовы, теперь мне предстоит сделать небольшую такую сложноватую вещь, как производство локомотивов. Я без понятия, зачем локомотивы участвуют где-то в производстве, но тем не менее они здесь есть и я вынужден начать их производство здесь же. Для этого мне потребуется большое количество шестереночек и большое количество железных пластин, которые я себе уже вывел. Я думаю, что сейчас по-быстрому получится со всем этим разобраться. Производство оказалось до безумия простым. Все то, что не хватает для локомотивов, а именно сталь и электросхемы, мне не составит никакого труда при помощи цундука запроса сюда заставлять. А следующий же этап это производство как раз первых видов данных. И я не вижу никаких препятствий абсолютно для этого производства. Всего лишь два центра механики и все остальное у нас уже имеется. Это какая-то очень замудренная на самом деле схема здесь получается. Я попробовал вывести все иридиевые слитки и тяжелые балки, которые здесь производятся в обратку, обратно сюда в центр механики. Если у меня эта схема не получится, то я буду вынужден эти два производства выводить вот сюда вот. И в приоритете как-то отсюда попробовать избавляться от этого, но я пока что не хочу к этому прибегать. И будем смотреть получится ли вот эта вот схема. Мусор конечно здесь производится гигантские масштабы. Это одновременно хорошо и одновременно плохо. Я очень не прогадал на самом деле, когда здесь задумывал вот эту схему по переработке отходов. Возможно мне немножечко нужно будет подумать здесь над логикой, но надеюсь все обойдется. Если бы я безусловно знал как сделать так, чтобы этот манипулятор работал только когда не может работать вот этот. Но к сожалению я не так силен в логике. Мне ничего другого не остается кроме как прибегнуть к вот такой вот схеме. То есть все излишки, которые здесь вот производятся. Во-первых мусор утилизируется, это понятно. А тяжелые балки вместе с середитовыми пластинами складируются вот в этот судок. И в приоритете при помощи погрузчиков складируется вот сюда. Такая вот небольшая махинация с обратной системой поможет мне обойти использование логики. Я согласен, что эта схема неправильная. Но к сожалению использовать логику, как я уже и говорил, я не могу здесь. Поскольку я не знаю как именно она должна работать. Но главное, что эта схема работает и данные о защите от ударов мы воспроизводим. Следующий это центр механики, который будут воспроизводить нам данные о грязенной стойкости. Пакеты тестирования, текло и редитовые пластины. Это я это уже видел. По сути самое неприятное, что здесь пришлось это выводить. Вот эту загрязенную космическую воду. Но хорошо, что вывод уже готов здесь. И она без проблем выводится. Но и остается химический гель, который немножко окольными путями сюда подвел. Для того, чтобы их было ровно две и удобно было бы доставать отсюда из сундука запроса стекло и чистые карты памяти, пришлось немножечко это все изобразие ускорить. И всегда, если у меня возникнет какая-то потребность в дальнейшем ускорении, я могу всегда добавить еще большее количество ускорителей. Следующий этап, это всего один центр термодинамики для создания данных об удержании давления. Здесь потребуются всего какие-то тяжелые балки и прочих вещей по мелочи. Так, с тяжелыми балками будет проблематично, поэтому где-то вот здесь вот это надо все безобразие размещать. Но я думаю сначала, в приоритете, мне нужно будет сделать именно вот эту штуку, а именно данные о жесткости. С ними будет, мне кажется, чуточку полегче. Хотя по-хорошему, как я вообще гляжу здесь, то что эти данные о жесткости мне бы вообще вот здесь вот разместить, ибо здесь смазка, а вот это все перенести чуточку подальше. Пожалуй, я так сейчас этим и займусь. Готово. Эти данные производятся. Схема ничем не отличается от того, что делалось до этого, и все три типа данных по сути готовы. Останется лишь одно. Сделать центр термодинамики и данные об удержании давления. Для них нужно сейчас резервуары сделать, что странно. Сейчас сделаю последние данные, и можно будет делать подобную вот этой схему по воспроизводству исследовательских данных, а также исследовательских серверов со вторым типом исследовательских каталогов. По сути, вот и вся схема. Главное здесь выставить ограничения на поступление сюда вот этой космической воды, чтобы беспрепятственно вся космическая вода, которая здесь воспроизводится, обратно поступала и циркулировала между собой вот в этой схеме. Здесь, по сути, ничего не мешает воспроизводиться этим резервуаром космическим, которые будут заполняться постепенно в центрах термодинамики. Ну и чистые карты памяти сюда без проблем будут доставляться. А это значит, что данные об удержании давления, это последний тип данных, необходимый для второго уровня исследования здесь. Без проблем будут собираться и складироваться. И сейчас перейдем к вот этой схеме, где мне останется лишь выставить вот эти космические каталоги, а также данные второго уровня. Ну, естественно, я забыл то, что тяжелые балки, которые у меня здесь имеются, мне нужно бы по-хорошему вот здесь вот недалеко буферизовать, чтобы дроны без проблем вот сюда вот это все доставляли. Ну вот и производство пошло. Мне сейчас остается доразобраться немножечко с жидкостями, которыми я здесь накосячил. Почему-то опять две жидкости помещаются в одну систему, но это не так проблематично на самом деле. И сейчас с этим можно что-то придумать, что-то с этим сделать. Главное, что теперь я вот сюда вот при помощи дронов доставляю второго уровня технологические пакеты. Они уже есть в пути, и я могу начинать новое изучение. Самое приятное, самое классное, что я могу здесь делать, конечно же, это строительные пилончики вместо дрон-станции. И это просто вау! Я очень долго к этому шел, очень долго этого хотел, и сейчас постараюсь с вами начать это производство, как только дозакончил вот с этой частью. Ну вот и началось изучение строительного пилона. Конечно, количество исследовательских пакетов оставляет желать лучшего, но в принципе 200 штук, я думаю, успело за все это время произвестись, и мне этого должно хватить. Суперзарядочные станции, это тоже до безумия классно. Глимиевые аккумуляторы еще более классные, если есть такое слово. Пока насчет структурности, целостности, я не уверен. Я не знаю, что это такое и зачем она нужна, но я могу только догадываться. Ну а остальное практически у нас все есть. Останется изучить на самом деле тяжелые подшипники. Это следующий уровень для следующей серии, с помощью которых мы будем производить третьего вида исследовательские материалы. Стоп, что? Космический лифт может использовать провода и поезда между поверхностями планетами или Луны и ее орбитой. А вот, мне кажется, это та самая вещь, которой мне так сильно не хватает ее. Я хочу изучить за кадром, как она работает и с чем ее едят. И если я все правильно понимаю, и я смогу отправлять поезда с орбиты на наивис и обратно, то это в корне меняет все и облегчает сборочку кардинально. Почему я не знал раньше о такой полезной и важной штуке? Пилончики, здравствуйте. Мне безумно это нравится, то что все есть. Все имеется в наличии и мы можем беспрепятственно эти пилончики производить. По сути, ничего нового мы здесь не увидим. По сути, это те же самые строительные пилоны с радаром, за исключением того, что в этих пилонах нет радара и ничего в этом нового, соответственно, нет. Я могу по большей части отказываться от везде дрон станции, которые есть у меня в больших масштабах. В пользу того, что у меня есть теперь нечто инновационное. Я за кадром постараюсь разобраться с технологией космической элиты. Конечно же, по максимуму изучить все технологии, которые только у нас имеются в наличии. И по всей видимости, в следующей части нас ждет что-то невероятное, интересное. И что-то прям мозговзрывательное, по крайней мере для меня. И если это все работает так, как я думаю, то почему я не сделал этого раньше? В таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда. Ваш поклон слугам Аморо. Еще услышимся! Продолжение следует...